Премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк объявил о том, что он подает в отставку. Соответственно, им направлено заявление в парламент. Хочу отметить, что эта отставка официально не принята и пока парламентом не рассмотрена. И мы с вами выполняем обязанности в полном объеме. Представитель президента в Кабмине говорит о том, что Арсений Яценюк формально остается премьер-министром Украины. Ведь в течение 10 дней Верховная Рада рассматривает вопрос и либо принимает отставку, либо нет. Вчера премьер объявил устно о своей отставке. Я так понимаю, что сейчас она подтверждена также письменным заявлением. Согласно закону о Кабмине министров, у Верховной Рады есть 10 дней на то, чтобы рассмотреть этот вопрос. И если Верховная Рада примет эту отставку, то все равно Кабминет министров остается исполняющим обязанности. И все понимают, что это высокая ответственность. О том, что заявление премьера об отставке уже в парламенте, подтвердили в Верховной Раде. После регистрации документ на правительственный комитет, который его рассмотрит и передаст на рассмотрение сессионного зала. Для голосования по этому вопросу спикер Александр Турчинов готов созвать внеочередное заседание. Не время думать о выборах и рейтингах. Надо спасать страну. Об этом говорится в официальном заявлении правительства. Там отмечают, без принятия соответствующих законопроектов Кабмин не имеет возможности платить зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Обеспечивать всем необходимым украинскую армию и людей, оставшихся без крова из-за действий террориста. А также не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность страны и пережить зиму. Для решения кризиса Кабминет министров считает крайне необходимым принятие пакета законопроектов. В ближайшие дни на внеочередной сессии Верховной Рады при участии президента Украины. В Донецкой области за сутки погибло 14 мирных жителей и ранено 13 человек. Об этом сообщает в облгосадминистрации. Ночью активные боевые действия шли в периметре Донецкого аэропорта. Один мужчина погиб и две девушки получили тяжелые осколочные ранения. В то же время в Донецке сейчас продолжаются обстрелы в районе аэропорта. Жители сообщают о взрывах со стороны городов Марьенко и Красногоровка. Ситуация на востоке страны остается напряженной. Боевики продолжают обстреливать украинских военных со стороны России. По словам пресс-офицера АТО Алексея Дмитрошковского, из артиллерии обстрелян пограничный пункт пропуска Мариновка и два блокпоста сил АТО Близдиакова. Из стрелкового оружия и гранатометов блокпост около Дебальцева. По словам Дмитрошковского, террористы продолжают использовать установки ГРАД. Сегодня ночью террористы продолжили обстреливать блокпосты. Так в час ночи с БМ-21 ГРАД открыли огонь по аэродрому в Луганске со стороны населенного пункта Фабричное. В 3 и 4 часа ночи с ГРАДов обстреляли блокпост близ населенного пункта Веселая гора. Осуществлен обстрел с БМ-21 ГРАД позиций украинских войск близ Березового и блокпоста недалеко от населенного пункта Мариевка. В зоне проведения антитеррористической операции за сутки погибли 13 украинских военных, еще 19 раненые. Об этом сообщили в информ-центре СНБО. А также отметили, что все раненые, доставленные в медучреждение, им оказана соответствующая медицинская помощь. За эти сутки погибло 13 военнослужащих. Мы также обещали дать полные цифры. За все время проведения АТО погибло 325 украинских бойцов. 1232 получили ранения различной степени. Еще два российских беспилотника сбито в Луганской области. Накануне вечером сотрудники Госпогранслужбы вывели из строя два летательных аппарата, которые нарушили воздушное пространство Украины и выслеживали места дислокации личного состава и военной техники у границы. Их сбили из стрелкового оружия вблизи одного из пунктов пропуска. Беспилотнику передали СБУ для дальнейшей экспертизы. Напомню, в четверг в Харьковской области, около границы с Россией, пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков. Защита украинской летчицы Надежды Савченко намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с отказом апелляционного суда удовлетворить иск о незаконности ее ареста в России. Сегодня Воронежский суд оставил украинскую летчицу под стражей до 30 августа. Судебное разбирательство проходило в открытом режиме, однако саму Надежду Савченко в зал суда не привезли. Она участвовала в заседании в режиме видеоконференции и давала показания на украинском языке. Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения с ареста на залог, однако суд в этом отказал. Защитники летчицы также сообщили, что следствие по делу Савченко будет проводиться в Москве, и в ближайшее время ее могут перевезти из СИЗО в Воронеже в московский следственный изолятор в Лефортово. Украинская летчица инкриминирует якобы причастность к гибели российских журналистов. При этом сама Савченко в интервью телеканала Life News, который считает рупором Кремля, категорически отрицает обвинения российской стороны. То, что меня обвиняют в убийстве русских журналистов, в принципе никогда бы этого не сделала. Не стреляла бы никогда в безоружного человека. Как сказал когда-то один генерал из армии Степана Бандеры, когда тот решил же его убить, что если моя смерть нужна Украине, то я готова и померть. Не важно, то есть не боюсь. Боюсь навредить своей жизнью, либо своей смертью, боюсь навредить своему народу. Мне не страшно умереть, как бы это сознательный выбор, не надо тоже этому удивляться. И мне вообще было проще умереть на Украине, чем жить в России. Ну, возможно, меня показательно убьют. И даже смертную казнь за то, чтобы... Ну, это один из вариантов. Возможно, меня посадят, да, потому что там не смогут больше не договориться. Возможно, меня обвиняют, там, сделают все прощения российские, там, убийцы русских журналистов или еще что-то. Разыграют, как разыграют. Главное, чтобы все закончилось на Украине, миром. Украинская летчица Надежда Савченко участвовала в антитеррористической операции на востоке Украины как доброволец. В середине июня она попала в плен к пророссийским боевикам, которые вывезли ее на территорию России. Поделиться своей кровью и спасти жизнь защитникам Родины. Сегодня сотники являн пришли в Голосеевскую райадминистрацию, чтобы стать донорами. Организаторы пригласили туда врачей из городского центра крови. Перед процедурой людям предлагали чай с печеньем после символического угощения 40 гривен и выходной на работе. Про людей с добрым сердцем далее наш репортаж. В здании Голосеевской райадминистрации собралось больше 300 человек. Пришли, чтобы сдать кровь для раненых в зоне проведения АТО бойцов. Андрей занял очередь еще в 8 утра. Сдаю для ребят в зоне АТО, потому что кровь нужна очень. Там много раненых, много крови. Может кому-то не хватить. Но у меня там друзья. Лариса отправила на восток единственного сына. И сдачу крови считает материнским долгом. У меня сын служит в Мариуполе, в зоне АТО. Больше месяца. Он уже призван с апреля этого года. Он мобилизован. Служит в нацгвардии. Но я сегодня пришла сдать кровь, потому что много раненых возвращается солдат. А я, как мать солдата, тоже должна поучаствовать в этом. Запись о проведении этой акции разместили в социальной сети. В райадминистрации рассказывают, ожидали, что придет около ста человек. Желающих оказалось в три раза больше. 30 человек в час мы можем пропустить. Мы для этого привезли специальное кресло. Мы подготовили зал. Мы его кварцевали, мы его убирали. То есть до этого еще два дня было подготовки. Акцию решили повторить ориентировочно в следующую пятницу. Кровь по нашему законодательству можно брать у людей от 18 до 60 лет здоровых. Люди, которые имеют какие-то тяжелые хронические заболевания, соматические, эти отсекаются, потому что это может нанести вред их здоровью. И люди, которые переболели болезнью Боткина, гепатиты, спид, сифилис, туберкулез, малярия. Эти люди тоже не проходят. По предварительной информации организаторов, киевляне за день сдали почти 60 литров крови. Ее повезут в зону проведения антитеррористической операции, а также в военные госпитали Украины. Кроме того, туда передадут и благотворительные посылки, собранные волонтерами. Мы ездим в конкретные города, освобожденные конкретные города. Славинск, Краматорск, Николаевка, Святогорск, Донецкая область. Передаются продукты питания бойцам, обмунирования, бронежилеты. Ну и также помогаем местному населению в зачищенных городах продуктами питания, предметами гигиены, первой необходимости. Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается. Активисты призывают всех небезразличных оказать помощь бойцам вооруженных сил. Виктория Лопатина, Данил Городецкий, БТБ. Война забирает все. Дети-переселенцы из Крыма, Донецкой и Луганской областей сняли собственные одноминутные фильмы на эту тему. В роликах каждый юный автор рассказывает свою историю или выражает то, что чувствует в связи с ситуацией в Украине. Короткометражки презентовали на видеосеминаре, организованном ЮНИСЕФ во Львове, где ребята сейчас находятся вместе со своими семьями. В детском фонде подчеркивают, что для юных переселенцев очень важно быть услышанными и иметь возможность поделиться своими мыслями и мечтами. Мы все живем в одном мире. В мире добра и красоты. Но в мой мир вошла война. Она потеряла сына. Он потерял надежду. Они потеряли дом. И к экономическим темам. Операция с электронными деньгами в Украине приведена к европейским стандартам. Сегодня вступила в силу соответствующее постановление Нацбанка. В частности, документ определяет понятие электронные деньги как единицы стоимости, которые сохраняются на электронном устройстве, принимается как средство платежа и является денежным обязательством, которое выполняется в наличной или безналичной форме. Как сообщается на сайте НБУ, электронные деньги не требуют открытия счета в банке и являются удобным инструментом для расчета в небольшими суммами. Постановление регулятора устанавливает сумму наличных средств, которую физлицо может получить через платежное устройство в обмен на электронные деньги. Она составляет до 500 гривен в день, но не более 4 тысяч гривен в месяц. Такие же ограничения действуют и при переводе электронных средств между физлицами. Кроме того, установлена сумма, на которую можно использовать электронные деньги для расчета с помощью электронного устройства. Это 35 тысяч гривен в год, что соответствует законодательству ЕС. Воз молока и молочной продукции из Украины в Россию будет полностью запрещен с 28 июля. Об этом сообщил помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко. В свою очередь, руководитель ведомства Сергей Данквер уточнил, что ограничения, введенные с 28 июля на ввоз украинской молочной продукции, распространяются и на молокосодержащие продукты. В свою очередь, еще российский регулятор Роспотребнадзор заявил о претензиях к качеству еды в Макдональдс. Спасибо, что вы были с нами. До встречи через час. Редактор субтитров А.Семкин